здравствуй феликс приветствую рашид не ожидал тебя услышать наша миссия под угрозой что случилось не по телефону здесь возможно уши нужно встретиться ну ты же знаешь я сейчас не могу я на секретном задании я понимаю но тут критическая ситуация код красный код красный о это настолько да да где встречаемся на нашем месте тебе подкрепление нужно нет я со своими адьес аренуар феррик с дружиной феррик с дружище рад тебя видеть это кто тебя так уделала меня рассекретили люди не меняются меняются времена торговка с базара сошла окончательно с ума эти точки не контролируются законом стариков обвешивают полный беспредел а люди смеются и проходят мимо вызывали подмогу прождали два часа никто не приехал что-то тут и чисто товарищ громов я могу вас уверить историю которую вы слышали об этом человеке вероятнее всего не сгущает краски товарищ ветру что будем делать я не смогу продолжить миссию я уже слишком старт для этого дерьма мне пора на заслуженный отдых теперь ты вступаешь в игру ты же знаешь что из системы не выйти никогда у всего есть своя цена я готов вступить на на службу но мне нужно собрать команду за это не переживай мои парни помогут тебе в любой передряде кстати чуть не забыл что это ты поймешь когда придет время а вы товарищ куда теперь подальше от людей где нет все это грязь я думал у меня получится сделать этот мир чуть добрее ничего не вышло может ты сможешь закончить нашу миссию а вы ему с этим поможете хотел сказать вам огромное спасибо за поддержку я был счастлив вместе с вами но теперь я ухожу я громов я всех разрываю поверьте мне то вы такие что мне тут указывают пожалуйста пожалуйста это что за херня сейчас такая была дед не дам я тебе ничего а почему будьте любезны документы вы заявляете лично у меня заявление поступило а вас сообщение поступило от кого ну что ж дорогие друзья теперь товарищ ветров рашид передал полномочия мне ахахаха я громов феликс и сегодня мы будем проверять людей на человечность на щедрость на отрывчивать и будем их вознаграждать также друзья если я вам понравился обязательно напишите в комментариях и предложите мне свои идеи для проверок кого чего где пишите прям место кого проверить ну и конечно же мне понадобится маскировка вот то что надо друзья она для тех людей которые будут помогать мне сегодня у меня есть денежные вознаграждения давайте посмотрим это вот у нас есть 55 и 20000 рублей друзья ну что ж мы начинаем друзья но мы сейчас будем проверять и подходить на эту остановку проверять людей будут ли мне давать позвонить кто даст я будем благодарить извините девушка вы не дадите позвонить мне парень позвонить не дашь мне извините телефон сел вообще никак вроде не сел вас не будет телефона позвонить мне что же тут телефона нихрена никого нет что ли уважаемые извините мне позвонить не дадите мне буквально я потерялся мне нужно набрать позвоните чтобы подъехали за мной алло подъедет пожалуйста за мной а тут на остановке стою спасибо а почему вы решили дать мне позвонить просто вот тут что-то люди стоят сложно дать а как звать вас спасибо вам огромное надо поддерживать надо за мной подъехали саша дай ей денег дай дай ей денег все поехали это вам за ваше доброе сердце татьяна спасибо вам и граете можно с вами пасуй давайте я на ворот кто мне забьет а вот 1000 рублей ладно 1000 рублей ты хочешь попробовать давай опа второй касс есть где-то встал занимайтесь спортом обязательно футбол наше здоровье друзья ходите на игровые площадки шпите футбол пацаны забили гол мне погольчику сейчас мы на мороженку то закинем тебе ты ищу тебе ну тогда ему точно не надо все базара нет парни давайте удачи нормально поиграл немножко я разбился извините уважаемые вы не дадите позвонить мне денег на телефон нет дедушка не дам почему это не дам почему вы мне решили дать позвать помогать мы друг другу должны чему они не так ну все можно подъезжать забирайте меня отсюда поскорее не надо все хорошо у меня вот за мной подъехали это за мной внучатик мой внучатик мой подъехал да да ему дай возьмите 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 это вам 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 все не бойтесь все все в порядке спасибо вам спасибо это вам за то что помогли дедушке так как помогли зима башни но что что мы сейчас делаю вы наверно спросите а мы ездим сейчас по дворам и разыскиваем дворников для того чтобы проверить их на человечность на честность и те кто пройдут проверку будут вознаграждены будем подъезжать к ним на ламбе с геленвагеном открывать капот делать среди них розыгрыш награждать финансово ну что томить не будем поехали сейчас друзья вот этого проверим дворника не знаю скину рядом с ним кошелек отдаст он мне нет а почему ты мне решил отдать тут же денег много как звать тебя друг а я хочу тебя благодарить пойдем я хочу тебя отблагодарить и поэтому сыграем с тобой супер игру в денежную как ты на это смотри смотри мой друг подходи сюда не бойся там есть три шкатулки да тебе нужно выбрать одну как еще раз тебя звать бактер поздравляю тебя поздравляю вот чтобы много таких боксеров ребята у нас были возвратил кошелек и был моментально вознагражден но мы едем дальше вы наверно спросите а хрен ли мы вообще тут делаем чем мы забыли тут возле пятерки знаете а я вам скажу так видите у меня в руках есть пакет и вот кто мне донесет его до до машины будет вознаграждена это так вам по секрету ой прекрасно бальзам на душе за добрых людей я давно так на рынках обвешивают крохоборы потому ценнику продавать который у них там все равно им ничего не докажут а давайте сейчас так там будет вы меня позовете я их разорву нет я громов я всех разрываю поверьте мне казалось здоровье таня здоровье здоровье и долгих лет жизни у меня отобрали квартиру так мы отобрали квартиру и поделали мою попки а кто отобрал судьи есть такая женщина у меня обои так она и ее зовут елена петровна крапивина в отрадом живет но я все равно в этой квартире живу сейчас идет суд полиция взяла взял у нее я вас услышал да я вас понял сколько убивает сколько вы не плачьте не плачьте в общем нотариусами дедушка вы мне позвоните все хорошо договорились спасибо вам спасибо спасибо друзья сейчас товарищ громов услышал историю которую наш меня до глубины души пробрала как можно у бабушки квартиру отнять вот это вот надо огласку дать чтобы вот этой бабушке помочь раз она попалась там значит ребят нужно действительно помощь друг извини меня пожалуйста беспокойство тебя как звать самолет помоги пожалуйста мне мне нужно переночевать где-то понимаешь меня из дома выгнули вот такого деда хотя бы пару ночей переночевать пусти меня брат по-человечий будет пусти пожалуйста меня к себе пойдем пошли тогда раз ты меня пустить к себе захотел и разрешил у меня есть для тебя небольшое вознаграждение самолет видишь вот этот капот мы вот так вот открываем его и там есть три шкатулки вот посмотри тебе нужно выбрать одну бери сам своей рукой открывай пять тысяч рублей ты выбрал бери это тебе забирать забирай забирай да возьми ну ребят в общем он особо не понимая знаете по-русски я так понял но главный посыл то что он меня пустил да и то что он сейчас дать денег почему-то отказывается это наверное нам о многом говорит все давай давай давид руку давай говорю давай молодец самолет поздравляю друзья в общем это что-то странное такое произошло то что самолет отказался от денег да ну знаете это вот настолько похвально я вот проникся вот этим вот действием это круто то что человек за свое обычное действие вроде как да которое ему кажется мне вот и вам не кажется уже это обычным действием понимаете потому что мы уже этого схваляем по сути это обычное действие помочь другому человеку но наш мир на хрен перевернулся в этом мире сейчас все не так понимаете и вот эти люди доказывают обратно и вот кто мне донесет его до до машины будет вознаграждаться не поможете обычно возле азбуки вкуса стою ребят ну ладно мы сегодня там еще постоим интересно вот эти люди возле пятерочки должны быть по сути отзывчивые поможете у меня нету девушка извините девушка извините ваш за вас на секунду до дом не донесете мне я не могу донести ну вот я не могу да здесь пару кварталов недалеко вам не тяжело как он так назвать кстати кристина меня феликс давайте вот багажник подойдем сюда блин а я стаду не грозит я старый дурак я забыл что это не моя вот вот моя это все если что это это был эксперимент мы вас проверяли если честно и вот мы хотим вас облагодарить за ваши прекрасные действия то что вы откликнулись и помогли действительно старику дотащить это тяжеленный пакет ребята он действительно тяжеленный там больше 15 килограмм а здесь у нас для вас вознаграждение вот видите шкатулки перед вами он там багажнички лежат вам нужно выбрать одну из них какую вы выбираете берите своей рукой это вам вознаграждение за ваши добрые действия где ответы это это мы вот так вот поощряем людей вот поверьте мне но вот такие поступки я считаю нужно как-то вознаграждать отмечать потому что их на хрен мало стало поздравляю вас давать сейчас находимся на локации авиапарк трафик ошибленный могу вам сказать поставили ламбу вот такое место будем сейчас проверять будут подходить к ней фотографироваться я буду просить вот как меня возле нее и будем смотреть реакции но это так знаете шалы и дальше парень не сфотографируешь меня а вот вот это сейчас вон там вон там сейчас подожди опа фоткаются тут все фотографируются тут а меня можете тоже сфотографируйте ой слушаю отчет как я боюсь что на этом калькуляторе мы ничего не да нет вот есть можно ой какая мыльница давай сейчас мы помоткаемся и потом поможем это ваша машина слушай не могу такую не накопили на 2 будет честный но явно не твоя итальянская красотка здесь нет ржавый поведу а вот так вот а вот так не моя говоришь не моя но и не твоя точно ну что ж друзья у меня сейчас в телеграм-канале проходит розыгрыш 100 тысяч рублей обязательно залетите подпишитесь туда условия максимально простые справиться даже ребенок ребята ссылка будет закрепленном комментарии и в описании извините еды не дадите мне а вон же уважаемый извините за беспокойство можно вас на секунду отвлеку вас от вашей работы я кушать очень хочу не ел ничего уже давно очень вы мне не купите пожалуйста еды у меня сейчас денег нету честь у меня у меня вообще ничего голодный прямо посмотрите я уже еле стою пожалуйста купите у меня у меня хватит я вам куплю пожалуйста вот я буду купить спасибо вам большое не буду я купить водка не надо еда только еда молодец купит нет вот что интересно говорит последние деньги у него я на самом деле мы верю что у него последние деньги потому что но дворники обычно зарплату знаете там как-то по странному в общем получает я считаю им вообще не доплачивают в моменте надо побольше им платить потому что на самом деле они делают огромный труд не надо к ним как говно относиться вот у вас я купил это яйца вот там хлебе все то что по теле купили малашку вот молоко яйца яички да 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 вот хлеб хлеб ой спасибо мой дорогой друг как вас звать меня рустам 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 я хочу вам сказать спасибо за ваш труд вот этот вот и включитель за здоровый дед извините что я вас отвлекаю пройдемте пожалуйста у меня для вас есть сюрприз пожалуйста возьмите метелочку пожалуйста рустам буквально ненадолго отвлеку буквально пойдемте я вот-вот на этой машине вот на этой я вот здесь живу вот да вот машине живу на самом деле я немножко разыграл вас не в этой машине я живу и приз у меня для вас находится вот в этой машине вот в этой просто не удивляйтесь вы прошли нашу проверку рустам здесь есть шкатулки с вашим вознаграждением выберите пожалуйста одну из трех он ничего не надо выбираетесь он на дне выбирать я вам купили от души ничего не надо я понимаю что вы от души купили я знаю выбирайте вот 123 вот так это ваше вознаграждение за ваш поступок за ваш поступок рустам да откуда вы откуда вы будьте их стой бухари поздравляю вас рустам давайте я вас обниму спасибо вам большое рустам вы молодец так друзья что происходит могу сказать да зачем у меня вот конечно а вот такой продаете и почем откуда он у вас где а чек есть а покажите посмотрим и в настройки вы можете зайти активированный айклаут отвязан нет никакого хочу обратно в магазин то не забить а чек есть а можно посмотреть мужчин свой телефон нужен айфон какой-то продают тут я говорю у меня вот такой кнопочный агат купила в магазине он что сказала меня зачем вот это да вот это да друзья сейчас сижу в засаде на авиапарке в ламбе жду пока кто-нибудь подойдет чтобы завести машину позарычать немножко шалости ребята от деда феликса позвонить дайте я гордит не дам позвонить не дадите девушка спасибо а почему решили помочь молодец она блин я не успел в ламбу их положить ладно потом эти денежки куда-нибудь ребят в нужное русло да я стою тут просто просто так да и что нельзя тут стоять я стою ну и все вы будете стоять не знаю как надоест такой до что нельзя нет почему почему как пугаю я просто тут стою не надо мне ничего говорить хочу стою хочу не стою посмотрим кому приставать я тут просто стою деньги какие деньги какие деньги врачом творите злой какой ребят стоять просто так не дает уйти горит мне надо ну короче сейчас и мы эти деньги отдадим сломаем это все дайте мне держи дайте мне не нужны какой новый год вы о чем вообще я не пугаю я стою тут просто а вы что-то сказали и домой кто вы такие что мне тут указывает где стою где хочу там и стою а чё деду просто так стоять нельзя что ли тут вообще что-то ребята злые какие-то охранники последнее время пошли так ну вот прям ко мне на парше 911 тут подъехали вот прям очень интересно поможет это мужичонка нет прекрасная машина у вас форс хорошая 911 классно не спасибо мужик нормальный сразу было видно вам чем взять горит шук хороший вас пожалуйста и все типа amazing засмеялась уважаемый у вас не будет копейки какой-нибудь то просто стою ну как бы на еду мне вот не хватает на жизнь вы серьезно сейчас конечно давайте 10 тысяч вы мне даете вас как звать михаил меня зовут 10 тысяч михаил спасибо дай бог здоровья вам просто 10 тысяч как с куста ребят михаилу дай бог здоровья ну мы куда-нибудь в проках пустим обязательно проходите уважаемый покушать не будет у вас вот это тоже хорошо спасибо вам большое извините уважаемый не дадите мне еды дайте пожалуйста покушать пожалуйста пожалуйста дайте еды пожалуйста 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 это что за херня щас такая была вы видели он мне кусок кинулся кусок мяса мне просто швырнул под ноги здравствуйте а причина какая то что вы громко вот так я ее включаю хотите включить она так буду ее включать вы меня высушить ибо я не обязан это включать да да или что-то я не виноват что это сумма шумная машина такая будьте любезны документ удостоверяющий лично меня заявление поступило вас сообщение после от кого от граждан от каких от проходящих мимо где где это заявлено или на горячую линию кто-то 112 звонит кто где где-то зафиксировано зафиксировано старший лейтенант плене вас как извинить евгений а тогда скажите почему вас тут цыгане ходит и впаривать задержаны уже задержан женщина с телефоном даже в машине доставлено в территориально все вопрос зеленой курт до вопрос не русал вопрос не все работайте вопрос нет значит вам уже капитана пора я не за звездами тянусь совсем за другом помогать вот это правильно кто-то может и реагирует на эту дорогую машину по-другому но все ты наверно жалобы поступает огла эти огла и на эти жалобы реагируют собрали соответственно я подхожу и выясняю что здесь происходит правильно вот если там дети маленькие они боятся могут бояться и вы все правильно говорит платно правильно данный момент просто ну хотя бы соблюдайте нормы вы полностью правы мы сейчас покидаем это место уважаю извините не поможете и доли ну что-нибудь что-нибудь дайте пожалуйста но вон вас сколько еды что-нибудь ну дайте пожалуйста ну пожалуйста ну вон вас сколько еды что-нибудь дайте пожалуйста что него пожалуйста лово и мы можете что-то дать гдеolitik TV ничего к本当に вот такой Вот поэтому вы на Мерседесе-то и ездите. А если бы вы добрее были, то вот на Ламборгини ездили бы, понимаете? В общем, ребят, не знаю, особо что-то не догнал. Какой-то наглый мужичонка оказался, знаете. Накричал еще на меня не по делу. В общем, что хочу сказать. Этот кусок мяса я бы хотел кому-нибудь отдать. И вот 10 тысяч, ребят, даже больше. 10 300. Ты тут работаешь? Да, да. Хочешь, я с тобой мясом поделюсь? Да, спасибо, Баха. А ты за чистоту, да, получается? Да. Ты тут убираешь мусор, да? Выноси, я. А? Откуда сам ты? Таджикистан. Таджикистан? На, держи. Я вот тебе все деньги хочу отдать, которые мне тут дали. Представляешь, тут один человек 10 тысяч мне просто дал. Ну, вот такой добрый оказался. А мне деньги ни к чему. А, да, спасибо. Все, давай, друг. Молодец, пацанен. Такая, ребята, недооцененная работа. Вот тех людей, которые мусор заставляют убирать, да? И я считаю то, что им надо платить больше. Те люди, которые следят за чистотом и порядком. Друзья, ну что ж, такой вот у нас получился с вами ролик. Эмоции сегодня были просто неоднозначные. Вот так вам могу сказать. Люди были сегодня больше отзывчивые, чем нет. Доброжелательные и порядочные. Тем самым мы их, ребят, вознаграждали. Материально поддерживали и эмоционально тоже. Человек сегодня 10 тысяч дал мне даже. Я в шоке был. Мясо мне в ноги кинули. Тоже охренел с этого момента. Бабушке тоже. То, что помощь нужна оказывается. Которую на квартиру кинули. С этого тоже охренел. Но если вам нравится такой формат, обязательно лайк прожмите. Подпишитесь на канал. Напишите комментарии. Ну, а мы врываемся в следующую часть.